500 миллионов рублей из федерального и 127 миллионов из республиканского бюджета выделено в рамках празднования векового юбилея автономии. Как отметила на брифинге министр культуры Роза Лизакова, львиная доля этих средств 482 миллиона направлена на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Часть средств на проведение праздника. Но пока не сняты ограничительные меры, череда ярких мероприятий пройдет в онлайн формате. Флэш-мобы, фотоакции, конкурсы, 11 мероприятий объединили под хэштегом «100 лет Чуваши». Один из них – песенный онлайн-марафон «Славься Чуваши» охватил все города и районы республики. Итогом акции станет всеобщее исполнение гимна Чуваши. Масштабный марафон поздравлений завершится непосредственно в день празднования юбилея республики. Увидеть и услышать видеопоздравления и песни в исполнении жителей Чуваши и наших земляков со всех уголков мира можно будет в эфире национальной телерадиокомпании «Чуваши». В течение всего дня они будут звучать на экранах наших телевизоров. Я надеюсь, что именно они создадут праздничное настроение, атмосферу единения в этот день. 24 июня представят обновленную Красную площадь в Чебоксарах и Площадь Победы в Красных Читаях. Эти события можно будет увидеть в нашем эфире. Музеи подготовили масштабный проект «100 великих людей Чуваши». Репродукции картин вывесили на улицы города. Из фондов архива кинофотодокументов подготовили к показу циклов фильмов. Проект называется «10 фильмов к 100-летию Чувашской автономии». В этот проект вошли первый юбилейный фильм, начинается с 1930 года, и далее 30, 40, 50 и так далее годы. Разумеется, праздник в привычном для нас формате все же состоится, уточнила Роза Лизакова. Но большинство культурных событий перенесут на август. Ожидается, что к этому времени в республике можно будет снять ограничения. Наталья Мальчикова, Республика.